Валерий Константинович 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 висит, то есть мы же так съели, что уже нету саженца а с помощью этих самых как бы саженцев, которые сбоку подпитывали молодые деревца те же сибирки, вот это вот и у меня даже фотографии но это конечно сложно, я надеюсь что вас не полностью съело, а частично тогда замазывайте это вместо товаров и мой совет еще весна вот как бы это надо почувствовать допустим третья часть сожрана коры, если брать считать не по верху, вертикально, а горизонтально то есть прекращено с тем, ну как бы нет, давай так, половину прекратилось, половина еще коры целая, то есть и тогда вы половину кроны отрезаете вот, то есть делаете еще обрезку, которая должна помочь саженцу дереву выжить потому что целиком уже выкормить не может, а частичное уничтожение в основании штампа означает частичное уничтожение коры ой, кроны так же как я не раз, помните говорил представьте саженц, коры не изувечены отрезаем, отрезаем через коры и вот такой же случай итак, делайте обрезку вынужденную, со слезами на глазах, но делаете а само место там где рано, замазывайте так, добрый вечер Смоленск, привет Смоленск у вас в Смоленске действует эта фирма подлая, предательская возможно это адрес фальшивый но куда-то же деньги шлют вот и откуда-то получают эти саженцы вот фирма подлая, предательская называется Бекер ох, сколько вреда от нее сколько опущенных рук, сколько слез о, цветет персик Бродского Дальнереченский у Татьяны Татьяна, я вас поздравляю все я скажу о, молодец так, Валерий, здравствуйте в одном из бедных я писал, что привитые отростки груши сильно вытянулись испугался, что отломится и на полную срезу, правильно? вы сказали, что зря, нет это вопрос спорный, вы сказали, что зря надо было укрепить и подвязать вот результат, две прививки из трех подмерзли одна пережила хорошо, все почки пустили листья две замерзли сверху на две трети хорошо, что все отпустили новые почки вы были правы, не надо было трогать теперь вопрос, что делать с замерзшими сухими ветками срезать или оставить до следующего года на фото одна из подмерзших вы знаете, принципиально роли не играет ну, не режьте по живому, оставьте немножечко сухого кончик, черсим вот, потому что по живому порежете, дальше пойдет инфекция она, знаете как, что я заметил вы видели, сколько я вам показывал наверное, в общем, за все годы, кто знает меня давно, много лет сотни случаев это когда морозобойны, морозобойны, морозобойны когда они природные дереву хоть бы хны о, кстати, мне тут подсказывает ой, спасибо, а тоже не видно было так вот, я пока говорю, в общем вот, то, что случается от природы дерево хоть бы хны вы знаете, что если вот так вот, если, вот сейчас уже видно, да вот, красное мне уже подсказывает вот она, цепочка, видно свеженькая а тут вот уже сухое, мертвое, да вот и что здесь надо отрезать вот, примерно так и отрезайте как вот здесь зачем было, я только не знаю советую спрашивать, когда вы без меня все знаете вот, но я теперь беру, расширяю вопрос вот, если даже вот такой саженец оставить вообще не резать эстетично, некрасиво не погибнет если ему не положено погибать то есть, сделав обрезку мы сделали эстетику у нас получается нарастет новая крона вот от нее пойдут отсюда новые побеги все будет прекрасно но на здоровье дерева отрезали или нет еще неизвестно как синие скажется она и так ясна что эта ветка мертва это мертва это мертва в верхней части вот тут почти побеги они и так пойдут и вот очень интересно то что я замечал что стоит только начать калечить дерево о боже тут оно и это самое это дерево и это поэтому мы режем но только для эстетики чтобы у нас был ровненький красивый аккуратный саженец когда вы так обрежете вот страшно уже во всяком случае ничего не случится ему положено подмерзать подмерзает так идем дальше как у нас делается на 52 книге кто в курсе а таки погоди в самом начале я сказал что вторая книга под названием записки зачарованного сибирского садовода она уже напечатана часть 200 штук идет ко мне чтобы я сам рассылал так вот так кто в курсе вот пока я и теперь все кто меня слушает в курсе скажу подробнее я еще не согласовал с редактором с Павлом Николаевичем Траченко но первая книга стоила 600 рублей пусть и это стоит 600 рублей так по крайней мере для тех может быть она толще может быть она обошлась дороже ну уже ладно не убьет меня Траченко редактор вот если я скажу что для вас для тех кто меня слышит 600 рублей если одна книга пересылка 150 любая первая или вторая а если две ну пусть 200 вот если кто-то сразу возьмет да две закажет а книга я посмотрел где она сейчас курьерская служба я доставил пока до Москвы из Питера все наверное еще недельку пройдет вот а потом попадет ко мне так что я не знаю мы говорим об одном и том же но вначале я может быть вы Александр не слышали сначала но я уже про нее даже фотографию показал так Валерий Костин я просвитировал семечки ранетки семена семнадцатого года проклюнули погоди-ка семнадцатого года семена и проклюнулись все отлично высадило а что плевать на них дело в том что ранетка она считается сам универсальный подвой я когда убедился я когда общался с учеными выяснилось что они сибирка не используют для них слова Мичорина святые сибирка не годится для нас любители годится потому что мы прошли этап при пособлении метод проб ошибок а самое интересное это потом вот например я это почему ну это моя любимая тема берем самую глухую тайгу где за сто километров нет на одной деревне есть же такие в нашей Саинской горе есть там ни один ген ни одна пыльца имеется ввиду не могла попасть с культурного семечка с культурного дерева не могла это оккультурить сибирку чисто сто процентов дикарь считается не к ней бесполезно ну как бесполезно в случае удачи бывает но не годится как такие привыкли как для массового размножения для питомников для коммерции понятно если там из ста там семь проснется да это понятно но мы то не знали этого вот а у нас теперь наоборот получается культурное дерево так в скобках опять хохот в академическом зале культурное дерево имеет в себе мои деревья там чернобаев еще у кого то имеет в своем составе уже внутри в организме древесине имеют уже гены сибирки опять хохот в академическом зале и вот получается я веточку культурную беру и на самого дикого дикаря приваю это касается помните я привалил пример с уссурийскими грушами чисто сладкие получаются плоды настолько сладкие что поверить невозможно на дикаря которого есть невозможно приваешь абсолютно сладкие но слаще не бывает слаще только мед и сибирка то же самое в генах уже культурной веточки столько сибирских этих самых что мы смело приваем на сибирку но ранитка все равно считается более надежная потому что там уже гены уже и заведомо есть подвое мы-то на дикие подвое приваем нам надо чтобы гены дикарей были в культурных а тут наоборот уже ранитка уже есть гены культурных на нее можно привать что угодно вот и что привать на них вот ваш последний вопрос что привать на них на них привать самые роскошные какие только вот я забыл где мы с вами давно дружим где вы живете забыл 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 но не в сладких местах и вот получается так что не просто как я начинал квинти нет продолжал продолжал говорю квинти голландия допустим лесная красавица бельгия допустим королевский франция да чихать хотел на то что они на юге у нас по двое по двое и у вас теперь получается ранетки все вот привать не просто какие-то полукультурки или там допустим вы знаете что начинали боженьки то мы если бы знали совершенно невкусных яблонь совершенно невкусных вот и у других просто не было на Украину ехать чтобы привезти что-то так теперь смотрите на переписку я не реагирую то есть вы переписываете значит я не нет двое драку так посмотрим кстати интересная фотография 7 саморов зашли но один начал желтеет зачем может быть другим рядом стоит зеленая корневая заглубленок корешок больших кого рядом ну-ка давайте посмотрим начало желтеть да он помирать собрался 7 доли наверху ну-ка что вы там пишите другие рядом зеленый сад корневая шейка корешок боковой рядом с поверхностью ой так что называется не жилец ну если добавить к этому что это самое в таком возрасте еще могут попадать под заморозки но ведь это же амуры сеянцы по заморозки по барабану так но это тот самый случай мне остается говорить колюж я не могу придраться что это так же как обязательность какой-то процент детской смертности в данном случае больше ничего придумать не могу не могу у них может быть заложена гибель еще во время развития этого семени потом что еще слабый морозокис культурный опылил да нет культурный тоже уже нет пожалуй это у него назовем это насильственная болезнь так в этом году использовал садовый вар для прививки я бы не обмазал вместо прививки где был нанесен садовый вар чернок почернел в общем загубил две прививки теперь знаю садовым варом только место среза сверху мазать а может и не надо вот кстати Валерий отличный вопрос задали отличный вопрос спасибо вам дело в том что я все на своей шкуре испытал знаете как вот вот эта дикость да когда ну пусть когда нибудь дойдем у меня скопилось еще я готов этим заниматься всю жизнь до последнего буду лежать еще не в гробу но рядом с гробом да вот и я это самое я все равно буду об этом говорить понимаете я беру 200 этих самых как примеры близкие к Валерии к вашему это очень важно там значит написано берете прививки ну за столом там черенки привязал на ма это самое привил замазал все как положено да поставил воду и жди пока на прививке не на подвое на прививке начнут эти появятся листики представляете воду поставил я беру целое корыто здоровое ставлю воду и жду я дурак дождался когда и действительно уже на прививках то есть выше прививки листики зазеленели я потом высадил они все умерли идиот идиот отношение к журналам газетам сформировалось не сразу вот и верил как все советский человек советский нормальный человек вот дальше значит парафин ага берем парафином замазываем целиком они лучше будут замазал все погибли а мы с вами только час назад сживали вот эту самую публикацию где написано чтобы они не высыхали их надо полностью покрыть этим парафином ой в данном случае садовым варом но я клянусь богом есть такая есть такая публикация где парафином все надо обмазать а я парафиновал все почернело теперь вы у вас почернел садовый вар черенок а тот то человек который это написал в публикации может ему казалось может он сам то ни разу в жизни не делал он сидит и думает господи а ведь здорово же придумать это самое вот проверять не стал а написал и напечатал и тысячи людей вот так же загубили как вы пишете в общем загубил две публики у вас две а на всю страну их может быть 200 тысяч вот так спасибо вам за этот самый вы мне позволили раскрыть эту тему а у Юли в Омске питомник есть да у Юли в Омске есть питомник напишите мне личное письмо ну то есть в личку я вам электронный адрес дам так а сейчас интересно знаете что я сейчас гляжу на свое изображение так и вижу что человек который на экране это я да он говорит не попасть с тем что я говорю вот он сейчас нос чесал я не чесал тогда мне непонятно может быть опять будут сбои какие-то ну что друзья все на сегодня давайте заканчивать Антон Валерьевич жду от вас запись вот наши смотрители или смотрители может от вас когда дождутся этих ножей настоящих привычек ведь мне же Елена Александровна показала два ножа я попробовал и они острые но не годятся на прививку представляете ну что на сегодня все наверное вроде бы вопросы все давайте прощаться нет кто-то еще добавилось ага сами виноваты зачем было писать а зачем вот слушаем Наталья Яковлева смущает пропажа пчел да я тоже считаю что что-то случилось я ждал ждал уже было холодно я знаю что по теории пчелы летят когда температура выше 9 градусов тепла это литературная данная нам так оно и есть хотя пчела есть русская есть импортная это понятно там это разные вещи вот и меня в этом году смущило мало пчел даже когда вдруг в какой-то момент на пару дней стало жарко 25-28 засвели абрикосы пчел было мало и вы мне то же самое пишите если однажды окажется что в стране начался голод потому что пчелы исчезли я не удивлюсь потому что творится в стране что-то невероятное решили уничтожить планету не даем себе отчет так когда не поздно прививать прививать конечно надо прививать пока почки спят и на подвое и на привое когда они есть варианты летние осенние прививки это уже не ко мне вот я пробовал так мне не понравилось и мне нет никакой необходимости рисковать прекрасными деревьями и результатами от добра добра не ищут кто там может прививать осенью почкой у кого-то прекрасно получается но почка дает рану на штамбе огромную небольшую нет огромную вот которая по диаметру или равна самому штамбу рана равна или даже в несколько раз может быть больше самого диаметра самого штамба это страшно поэтому я противник и летней обрезки и осенней обрезки ой прививки я уже заговариваюсь вот поэтому прививайте сейчас вот допустим как только в самых северных районах помните я там показывал вам карту там особая зона да вот там еще не поздно вот а вторая зона уже поздно третья зона там где уже цветение идет еще можно но еще знаете как надо немножко хитрить хоть сам не опоздать пожалуйста черенок берете естественно с погреба с холодильника а не с дерева на котором уже почка проснулась раз а по двой выкопали заранее в тени прикопали там бывало как смотришь у меня было на улице 20 а в тени снег еще лежит за этим же домом тут снег еще лежит а на Сен-Ципеке уже плюс 20 и снег давно сошел и вот такое тенистое место найти холодное выкопать прикопать там если допустим некогда даже середине мая еще не поздно привить даже сейчас если вы заранее к этому приготовились то есть не ждали пока у вас листья распустятся на подвое я уж не говорю про привой ну вот пожалуй на все ответил ну что до свидания друзья мне не нравится что тут вот мое изображение в углу оно живет своей жизнью возможно изображение и мой голос друг с другом не совпадают это обидно будет ну все до свидания посмотрим вот а не что еще раз говорю книги еще раз говорю сухие семена берите я уже не рекламирую мокрые в смысле пески выброшу вот но я вас прошу хотя бы хотя бы сухие еще не пользуюсь а а е а это не сидя сухие 20 л